Всем привет! Сегодня с историей от подписчицы. Сейчас я зачитаю ее письмо. Мы с вами найдем комментарии и разберемся, что у нас тут происходит. Итак, Галя, здравствуйте! Очень нравится ваш канал и ваши рассуждения. Помогите, пожалуйста, разобраться с вопросом. Я в отношениях с турком переехала в Турцию, в Аланию за год до знакомства с ним. То есть человек переехал, женщина самостоятельная, там типа жить для себя. Мне 45 лет, дочь уже у меня взрослая, она живет в России. Я в разводе уже 13 лет, первый раз влюбилась после развода. С этим мужчиной мы знакомы уже 4 месяца, ему 47, он в разводе, у него двое взрослых сыновей и дочь. Но по турецкой традиции они живут с матерью. Я здесь остановлюсь, что за турецкая традиция? Есть такое, когда здесь дети с папами остаются. Он чуть не каждый день с первого дня уговаривает замуж меня выйти, познакомить с роднёй, но я не хочу. Говорю, что нужно узнать друг друга сначала. И вот начались звонки. На пикнике с моими подругами он начал шутить. С одной из них типа через меня её потрогает. Интересно, за какое место он трогал. Отвернётся, чтобы она на меня подумала. Ну, короче, детский сад. Это, кстати, ненормально для турецкого мужчины. Он себе позволяет так вести, потому что это, видимо, типа иностранки у вас, компания такая собралась. Типа ему, скажем так, это было позволительное, что женщина это позволяет. Но как бы в турецком обществе это как бы не окей. Я после пикника наедине ему сказала, что для меня такие игры выглядят как заигрывание. Он клялся, что просто шутит, чтобы моим подругам всё понравилось. Бред. Я буду сразу, да, останавливаться. Что-то странное. Ну, точнее, вы всё понимаете сами. Это он так отъезжает с этой темы. На самом деле, мне кажется, всем всё здесь понятно. Да не окей поведение. Я не поверила, но дала ему шанс. К слову, я всегда была категорична и рвала отношения сразу. Как что-то мне не понравится. Я именно про подозрения в измене или предпосылки к этому. Потому что от первого мужа я ушла, когда просто увидела смс на заблокированном экране. Я по тебе скучаю. Мы замужем были 10 лет. И я очень его любила. Потом ещё 5 лет болела. Но не могла всё это забыть. Я была права, потому что, как потом я узнала, что у него даже ребёнок родился через 9 месяцев после моего ухода от него. Но жить с ней он не стал. Так вот. Раньше, после таких заигрываний, я бы прекратила отношения. Но решила и себе-таки дать шанс. Опять у нас тут слово «шанс» возникает. Кстати, вот то, что вы встал и ушёл в то, когда тебе не нравится. Это поведение, кстати, здоровой психи. Так и надо. Это абсолютно правильное поведение. Пару недель назад я с ним поссорилась по другому поводу из-за денег. И сказала, что прекращаю отношения. Ссора была в том, что он перестал давать мне деньги за аренду моей квартиры. Хотя сначала давал. Я у него гостила по неделе и по две. И в это время готовила ему. Именно ему для себя я не готовлю. Также убиралась у него дома иногда. Его забота для меня заключалась в том, что он даёт деньги на аренду моей квартиры. Очень мало. 1200 лир в месяц всего. Я ему сказала, а как ты будешь вообще проявлять свою заботу? Я кушать тебе готовлю каждый день, когда я у тебя бываю. А ты мне что, ничего что ли? Я должна всё сама? Тогда я без тебя смогу. У меня даже вибратор есть. Конец цитаты. Других подарков от него особо не было. Да он и не думал по ходу о них. И пока он давал мне эти несчастные 1200 лир, а потом он сказал, что не видит в этом смысла. Так как я могу к нему переехать. У него собственная пятикомнатная квартира. А я не хочу, я его мало знаю. Напомню, что они 4 месяца встречаются. И куда мне деваться, если мы поссоримся, например. Квартиру по такой цене я уже не найду, в которой я сейчас живу. Короче, я сказала, что так меня не устраивает. И до свидания. Через пару дней он уехал по делам в Анкару на несколько дней. И оттуда написал, что он все понял, будет продолжать давать деньги на квартиру. Типа, чтобы не раздавались только. Когда приехал, то привез подарки. Красивые украшения. Мы помирились. И ночью, когда он уснул, я залезла в телефон и увидела переписку с турчанкой. Начало переписки. На следующий день, как я с ним тогда рассталась. Ладно, это пусть он думал, что у нас с ним тогда конец отношений. А вы-то почему-то не побежали к другому мужику смс-ки писать и общаться правильно, и встречи назначать. Поэтому неладно. Вы опять глазки вот здесь закрываете на это. Шанс даете. Но после того, как он якобы все понял и ехал мириться ко мне, он продолжал с ней переписываться в телефоне. Не знаю, как они познакомились, но диалог начался. Что делаешь, давай встретимся. Она ответила, что не может, уходит к сестре. Встреча у них так и не состоялась. Из Анкары было уже типа того сообщение, как дела, что делаешь, скоро приеду и так далее. Я его разбудила, спросила, кто это. Он говорит, клиентка, он занимается ремонтом телефонов и другие разные шабашки. Вопрос, зачем у мужчины, у которого нормальная работа нет, у него всякие шабашки. Возможно, так они и познакомились. Но дальше совсем не деловое общение наладилось. Короче, я его выгнала из дома. Мы были на тот момент у меня. Заблокировала его везде. И вот думаю, стоит ли дальше давать ему еще один шанс. А если он будет раскаиваться и добиваться меня? Я задумалась о шансе, потому что я не... Вот он, ответ сразу ключевой. Что я ни в кого не влюблялась очень много лет и, наверное, больше не влюблюсь. Заранее благодарю за ответ. И в этом разгадка. Сейчас я вам сочетаю, что я девушке сразу написала ответ и вот села снимать видео. Я отвечаю. Вы шанс уже давали. И он им не воспользовался. Шанс дают один раз. А у вас он уже будет третьим. Тогда с подружками история, с деньгами история. Сейчас вот с турчанкой. Уже, наверное, четвертый шанс будет. Тогда вопрос возникает. А шанс ли я даю или уговариваю себя закрыть глаза? Под хорошим словом для себя самой шанс. Шансов в здоровых отношениях вообще давать не нужно, так как не придется. Человек изначально должен вести себя естественно. Если он вас не ценит, то нужно расстаться, а не закрывать глаза на это, уговаривая себя шансом. Вас просто держит страх. Что здесь расскажу. Жила, не тужила себе, да? С нормальной самооценкой женщина, которая с мужем развелась, только заподозрив, назовем измену и так далее, увидев там смс. В общем, молодец. Так и должно быть у человека здоровой психики, так это все правильно. Но почему-то здесь программа дала сбой, и она соглашается на что-то другое, на другой шанс, скажем, решила выдавать шансы, раздавать. Я, в принципе, вот в этом коротком своем ответе многое сказала, да? То есть, что такое шанс? Я просто под красивым словом шанс начинаю себя уламывать и уговаривать, потому что мне страшно остаться одной. И вот женщина убеждена, что она больше никогда не будет любить. Чем ценен этот мужчина для вас? Просто поговорим о нем, все понятно, мне кажется, что тут говорить. По поводу вашей реакции. Все очень просто. Вам классно, приятно. У вас летали бабочки в животе, чувство влюбленности. И вам кажется почему-то, что ты единственный мужчина, который заигрывает с другими женщинами, по факту уже за руку так же пойман, как ваш бывший муж, с которым вы развелись 10 лет вместе жили, и ребенок у вас от него был, да? А этому вы что-то позволяете все. Пять лет еще расставания с мужем переживали. А этому все можно. А почему? Потому что у вас есть страх, что я уже не полюблю, не влюблюсь. Но это бред, потому что мужчины, миллионы, миллиарды людей на планете, и у них есть мужчины, которые могут вам дать это ощущение. Здесь проблема, конечно же, в вас, то, что вы в себя не верите, что этот мужчина найдется. У вас есть определенная установка. И этот страх не сейчас, не здесь с этим мужчиной родился. Возможно, вы тяжело расстаетесь с людьми, у вас какие-то травмы на эту тему свои есть, с вашей жизнью, в вашем опыте. И когда вы правильное решение, скажем так, мозгом принимали уходить своего супруга официального, заподозрили ее намеки в измене, у вас, вы пять лет это очень тяжело переживали. Вам пять лет вот этих тяжело дались. Вы, возможно, себя даже где-то думали, ай, надо было глаза закрыть, зачем я это сделала. Себя даже где-то ругали, скорее всего, за свой вот этот поступок. Потому что вам не хватало тепла, заботы и всего прочего. И вот эта любовь бабочки в животе, они вам напомнили о том, что я еще там, типа, условно, кому-то нужна, кто-то меня может любить, и я тоже влюблена. Вот это внутри ощущение нужности, влюбленности появилось. Это все, конечно, классно, только, как вы видите, человек их породил, эти чувства не тот, который заслуживает шансов, хорошего к себе отношения, а наоборот, с ним надо расставаться, он вообще ничего в вашей жизни не приносит хорошего, кроме вот этих бабочек. Вот это чувство. Вы должны понять, что не он вам нужен с его плохими поступками, а вы хотите давать шансы, вы хотите оставить вот это ощущение влюбленности, бабочек в животе. Вы сказали, я боюсь, то есть мой страх, вы так и написали, что я никогда уже не влюблю, ну почему вы так решаете? Вы себя не любите и в себе не уверены в каком-то моменте. Возможно, вы по натуре обидчивый человек, если у вас есть такая форма шантажа окружающих, избегание такое, как шантаж, обида, избегание социальных контактов, это фиксируется тоже в детстве, вся эта история, и вы такой обидчивый ребенок. И если вас обидели, вот как супруг, только смс-ку я увидела, не все, например, будут готовы расстаться тут же, а вы от мужа сразу же уходили. Соответственно, я обиделась. И так как вы обидчивый человек, возможно, вы, может быть, отчасти тяжело сходитесь, у вас проблемы, естественно, с доверием, вы про это, не надо говорить о том, что, естественно, до мужа что-то было в плане доверия, возможно, из детства, от родителей. И вы, по сути, на самом деле, влюбляетесь тому, кому доверяете. Но так вы долго по этому чувству скучали, что сейчас появился мужчина, которому ему чувство это получилось, зародилось, но он стал доверие свое подрывать. И чтобы не разочароваться в очередной раз, чтобы не получить предательство какое-то, и вы упорно нашли слово второй шанс, третий, пятый и десятый шанс, для меня повод закрыть глаза и не расставаться, чтобы опять не разочароваться. Скорее всего, это страх разочарования здесь за этим сидит. Дело даже не влюбленности. Это уже страх разочарования трактует меня как защиту. Ой, на самом деле, страх разочарования, предательство, отчетной боли, вот проблема, вот эту боль переживать, предательство. Но вы это трактуете все. Ой, это просто у меня, я влюбилась. Наверное, я никогда больше не влюблюсь, только вот он мне может это дать, такое чувство, ощущение. Только такое определенное чувство прикрытия получается. Какая тут любовь, о чем мы с вами говорим? Когда он уже изначально там с подружками вашим, что-то там, вот это вот заигрывание, были детский сад, я вообще, в принципе, вижу, что это человек некультурный, гуляющий, неуважающий женщин. Он с вами не пожил, он на вас ничего не потратил, ни подарков, вы, по сути, с правильным запросом, а что, у тебя ни подарков, ничего тогда? Хотя бы деньги на квартиру, давай, все понятно. Но так нехотя. Он не собирается тратиться, у него ничего серьезного, никакая-то не любовь, ему просто, это закрытие потребности какое-то. Потому что, когда ты любишь, ты не рассматриваешь в поле зрения других женщин, ни с кем не флиртуешь. Вы же даже сказали, ой, глаза тут же закрываются. Да он был в Анкаре. Да мы тогда с ним поругались, и вот тогда было нормально. Он за ней написал, но вы же другому мужику не побежали тут же писать, что вы его оправдываете? Где тут любовь? Когда ты вчера поругался, расстался, на следующий день уже побежал к другой женщине общаться или к другому мужчине. Какая тут любовь? А где тут переживания за расставание, раз эта любовь была? Там, не знаю, сопли, чуть-чуть пару дней, хоть на кулак-то для вида поплакать, помотать. Ничего это не было, он тут же побежал к другой. Вот вам показатель того, что нет у него чувств. У него есть какая-то выгода, какие-то свои личные интересы, что-то ему просто удобно, наверное, что вы готовите, убираете там у него и так далее. И вкладываться в это ни во что не нужно. Плюс Турченко на такое же не пойдет. Это наши женщины на такие условия чаще соглашаются. И вот на это поведение пикник с подружками, я думаю, что подружки ваши славянские наши были женщины, он себе это позволял, потому что с Турченко такая история не проканает. Он быстро бы пальчики переломали, по рукам, по морде надавали. А если бы позволяли, есть такие Турченки, я не спорю, везде такие есть женщины, которые себя подпускают и так далее. Но она просто бы с него бы трешкуру еще спустила, понимаете? Я бы тоже подпускала с определенной выгодой для себя это делается. Не бескорыстно, под теплоте душевно и так далее. То есть я к тому, что вы, посмотрите, вы переехали, живете без него в другой стране, самостоятельно для себя. На море приехали, на солнце пожить, потусоваться, хорошо время. То есть у вас есть возможность жить в другой стране и ни от кого не зависеть. Нафига вы свою жизнь сейчас портите вот этим прилипалой непонятным, который обманывает, то, что вы в принципе боитесь предательства и в настоящем предательстве. Зачем вам это надо? Вы не скрашиваете свою жизнь, улучшаете. Вы сами себе сейчас находите проблемы. Вы же не в России не находите, а в Турции. Вы из тех, кто здесь есть, не самый лучший вариант вы нашли. Я могу честно сказать, девчонки, вот кто живет в курортной зоне, в Антарии, в Алании, вы можете подтвердить, что да, там не самый лучший, скажем там, контингент мужчин, из которых по Турции и по всей стране можно выбирать в плане совести, чести, предательства и так далее. Там мужики избалованные туристками, на нельзя. Двуличные, вот его поведение на пикнике, этому показателю. Он знает, что себя так с иностранкой можно вести, поэтому он общается с иностранниками, потому что турчанки все этого не позволят и так далее. Мужик уже отрывается. И да, на Антарийском попережье, курортных зонах вообще в Турции мужчины разбалованные, расхлябанные, много себе позволяют, там нечестные и так далее. То есть, я понимаю, что там может быть у вас выбора лучше особо вокруг не было. Но это, давайте скажем так, это не вся Турция и за границу из Турции выезжать вам не надо, чтобы найти себе более-менее нормального мужчину. В Турции есть нормальный мужчина, вы сами об этом думаете, прекрасно знаете, просто да, место, где вы живете, к этому не очень располагает, к серьезным, назовем так, отношениям. Что вы думаете, особенно те, кто живет здесь в Турции, вот в курортной зоне, что вы скажете, какие советы женщине дадите, я вот ответила от себя. Надеюсь, ее было вам полезно. Если вам нужна моя видео, я оставляю свою почту. Напишите теме письма, консультации. Если вы также хотите прислать историю для видео на канале, просто история от Анонима. А если вы просто хотите сделать мне приятно, пожалуйста, напишите комментарий под видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал или распространите видео в соцсетях, это очень сильно поможет продвижению канала. Спасибо вам огромное за ваше внимание. Скоро увидимся. Всем пока.